Всем привет, дорогие друзья! Это Eugenia. Спасибо, что вы снова зашли на мой канал. Сегодня я решила сделать видео о такой спорной теме, которая сейчас циркулирует по интернету, в которой говорится о том, что Центр по контролю заболеваний в США секретно, по-тихому объявили, вывесили информацию, что только 6% от всех заявленных COVID-смертей действительно относились только к COVID. Я хочу рассмотреть эту информацию вместе с вами и объяснить, что это все значит и в чем неправы СМИ. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Итак, давайте посмотрим на статистику. Одним глазком мы пересекли 26 миллионов зарегистрированных случаев в мире. 865 тысяч смертей и более 18 миллионов выздоровевших людей. Из них в критическом состоянии только 1% и в 99% людей с подтвержденным диагнозом COVID либо не имеют симптомов, либо имеют слабое представление болезни. Чуть-чуть изменилась информация по закрытым случаям, то есть на данный момент активных случаев 6, чуть-чуть меньше 7 миллионов и уже более 19 миллионов случаев, которые начались, были подтверждены и уже закончились. И окончание болезни было либо выздоровление полное или частичное или же смерть. То есть раньше мы с вами наблюдали даже около 10% смертей из всех случаев. На прошлой неделе это было соотношение 95 и 5% и сегодня мы с вами видим, что информация изменилась в положительную сторону. То есть из 19 миллионов этих случаев 96% выздоровели и были выписаны из госпиталя, если они были госпитализированы. И 4% к сожалению не смогли выздороветь и умерли. По состоянию на сегодняшний день Америка продолжает, США продолжает быть на первом месте с 6 миллионами 294 тысячами. 36 тысяч новых случаев за последние сутки. И получается, что числа вроде немножко уменьшаются. Мы видели с вами цифры и по 50 и по 60 тысяч в день. Бразилия сейчас на втором месте 3 миллиона 997 тысяч. То есть близится они уже к 4 миллионам и более тысячи смертей. Все-таки серьезное количество людей, которые погибают. В Индии 3 миллиона 348 тысяч, догоняют они уже Бразилию. Смотрите на эту скорость 82 тысячи 860 случаев и тоже смертей более тысячи. Россия перешагнула 1 миллион, 1 миллион и 5 тысяч случаев. Смертность вроде не такая высокая, как в других местах. На пятом месте Перу, на шестом Южная Африка, Колумбия на седьмом. Тоже они приблизительно близки друг к другу. На восьмом месте Мексика и Испания и Аргентина на девятом и десятых местах. За предыдущие сутки до этого, можете посмотреть, тоже Индия набирает обороты нереально быстро. Два дня до этого тоже Индия. Наибольшее количество случаев здесь вы можете видеть. Список достаточно длинный, поэтому если вы хотите посмотреть конкретную страну, можете посмотреть. Но сегодня мы с вами поговорим именно о США. На сегодняшний день, на 2 сентября 2020 года, 6 миллиона 294 тысяч, подтвержденных 189 тысяч смертей, почти 190. И выздоровевших 3,5 миллиона. Для нашей страны 95% выздоравливают и 5%, к сожалению, умерли. Как раз вопрос в СМИ сейчас обсасывается по поводу количества смертей. Если вы помните, в начале пандемии было очень много жалоб по поводу того, что даже те, которые там погибли в несчастном случае, если у них был позитивный COVID-тест, их приписывали всех в COVID-тест. И, ну, то есть, смерти, которые не обязательно связаны с вирусом или с осложнениями вируса, были засчитаны в сторону COVID-смертей. Также многие возмущены были тем, что американские госпитали, так сказать, получают больше денег, если они пишут COVID-слово на свидетельстве о смерти. Что, мол, они за счет этого получают намного больше оплаты со стороны Medicare, Medicaid. То есть, это социальные, такие государственные страховки для пожилых и для малоимущих граждан США. Мы с вами рассматривали статистику того, по чем стоят услуги интенсивной терапии, реанимации за один день, а также сколько стоит пациенту его пребывание в госпитале. То есть, да, когда его принимают в госпитале, он несколько дней должен там пребывать. Мы разговаривали о том, что ни один госпиталь бы не пошел на то, чтобы писать неправильную информацию, которая не подтверждается лабораторными данными пациента, их параметрами, да, такими как давление, частота дыхания, респираторные там все показатели. То есть, это все дело подсудебное, в Америке с этим строго, и там не настолько уже была разница. То есть, пробыть в госпитале одни сутки или двое суток или трое суток может стоить легко 30-60 тысяч долларов, и один день пребывания в реанимации приблизительно стоит 30-40 тысяч долларов. Смотря какие еще аппараты используются, то есть, если там специальная кроватика, которая вращается вокруг и требует специальный персонал, или специальный тренинг, или специальные аппараты, как аппарат ЭКМО, это оксигенация крови вне организма, когда у человека не работают легкие, то это может быть даже дороже. Поэтому тут как бы доводы были тоже немножко необоснованы с этой теорией. Тем не менее, два дня назад Центр по контролю заболеваний вывесили подробную информацию именно о количестве смертей. На тот момент это было 161 392 случая смерти. Они распределили и вывесили информацию именно о том, что было написано свидетельство о смерти, что является причиной смерти пациента. И мы с вами поговорим о теории о том, что госпитали подделывают свидетельство о смерти. Мы рассмотрим теорию того, что записывают под COVID всех подряд. Мы с вами посмотрим данные о смертности от других причин, которые не связаны с COVID. И вообще поговорим на тему, как же человек умирает. Мне кажется, что люди, которые удали от медицины, не совсем понимают, как проходит процесс болезни, который приводит к смерти. Поэтому я знаю, это все звучит немножко, может быть, сумбурно, но сейчас вы все поймете. Я не могу дождаться с вами поделиться моей информацией. Итак, давайте начнем. Перед вами сейчас этот главный источник. Это веб-сайт, центр по контролю и предупреждению заболеваний. В основном они занимаются инфекционными болезнями. Они вывесили эту информацию 26 августа 2020 года, где они предоставили информацию по количеству смертей в зависимости от причины смерти. На 26 августа 2020 года в США было зарегистрировано 164 280 смертей, связанных с COVID-19. Когда эта информация стала доступной для всех, так сказать, кругов населения, в СМИ начала появляться информация о том, что, мол, 6% всего от всех этих 164 000, только 6% людей имеют причиной смерти, указанной именно COVID-19. У всех остальных свидетельств о смерти указаны еще другие причины смерти, или, так сказать, осложнения, которые привели к смерти. И это просто начало циркулировать в СМИ заново и заново, в Фейсбуке все делятся. Вот нам набрали всего они 164 000 и погибло, а всего 6% от этой суммы, мол, весь этот карантин и маски, это все было вранье. И, мол, нечего верить этим данным. Но я хочу ответить, что люди, которые далеки от медицины, не совсем понимают, как проходит процесс болезней и почему наступает смерть. Также они, скорее всего, берут информацию из контекста, что меняет значение информации. А также они не проанализировали информацию, то есть они просто вырвали кусочек данных, без вообще какого внимания ко всему остальному. И они не знают, не разбираются, как врачи определяют причину смерти, что пишется в свидетельстве о смерти. Я об этом делала видео, уже, наверное, пару месяцев прошло. Я оставлю ссылочку внизу обязательно, кто не видел, это двухчастичное видео. В одном именно я сравниваю статистики смертей по другим причинам. И также мы сравниваем там количество смертей с предыдущими годами. Я знаю, многие из вас всегда интересуются этой информацией. А также я говорю в этом видео о том, что пишут в свидетельствах о смерти и кто определяет, как это делается. Поэтому, если вы не видели, обязательно посмотрите. Но мы дойдем до этого. Давайте по порядку. Значит, вот вы видите, что всех возрастов, количество смертей, включающих COVID-19, 164. Смертей от всех других причин, то есть не включая COVID, 1 миллион 778 тысяч 821 смерть. Для тех, кто говорят, что всех под одну графу подписывают как COVID, всех, кто умер в период этого времени, к сожалению, вы не правы. Вот COVID, а вот все остальные смерти. Окей. Количество смертей, включающих пневмонию с или без COVID-19, исключая из этого числа смертей, связанных с гриппом, 169 тысяч 108 смертей. То есть люди, у которых была пневмония, у некоторых было подтверждено наличие COVID, у некоторых не было подтвержденного COVID, исключая всех с гриппом. То есть число людей с гриппом сюда не вошло. Количество смертей, которое вовлекает причину COVID-19 и пневмонию, что вполне может быть вызвано COVID-19, исключая грипп, 72 тысячи 527. То есть тут была пневмония с неизвестным COVID-статусом, а здесь подтвержденный COVID и пневмония, исключая грипп, 72 тысячи людей. Количество всех смертей, вовлекающих грипп с или без COVID-19 или пневмонии, 6000. И количество смертей, вовлекающих пневмонию, грипп или COVID-19. Опять же, в некоторых случаях умирал человек до того, как результаты становились известны. Иногда приходилось, как в госпитале, когда человек приходит с симптоматикой COVID-19, вирусной пневмонии, все показатели говорят, что да, это заболевание. Скан легких, да, показывает это матовое стекло, но тест, да, мазок глотки еще не вернулся или вернулся не информационным. То есть иногда они бывают такие, что по ним невозможно определить. И, допустим, лаборатория отправляет это к ней удачные результаты, чтобы медсестра сделала новый мазок. Вот, таких людей 266,520. Ну и здесь говорится общее население. Давайте рассмотрим конкретно. Именно по возрасту наибольшее количество смертей, вот красным цветом, 85 лет и старше. На втором месте 75-84 года. На третьем месте 65-74, потом, естественно, 55-64. 45-54, оранжевый 35-44 и так далее. То есть, как видите, эти две группы практически не имели такой высокой смертности. Как вы видите, пик смертей был во второй половине апреля 2020 года. Извините за грустную тему, но чтобы понять вообще, что происходит, надо смотреть на статистику. Мы говорим о вирусе, мы говорим о уровне смертности. Чтобы делать правильные выводы по поводу заболевания вирусного, нам нужно разобраться вообще в последствиях, так сказать. Вот, теперь давайте поговорим конкретно о свидетельствах о смерти. Значит, когда человек умирает, его смерть определяет либо коронер, то есть, производит вскрытие. Вскрытие делает только людям, которые умерли в течение 24 часов по прибытию в госпиталь. Либо, если бы какие-то произошли непонятные условия, человек внезапно умер, который не должен был умирать, что-то где-то с чем-то не связывается, или есть подозрение от травления, или ошибки какой-то, или родные, допустим, запрашивают вскрытие, утопсию. То есть, тогда именно человек, который проводит вскрытие, определяет наиболее вероятную причину смерти. Чаще всего причину смерти записывает врач, который ведет дело пациента в госпитале. Часто бывает так, что один день это один врач, другой день это другой врач, они меняются по своим сменам. Поэтому, когда умирает пациент, и его приписанный врач его никогда до этого не видел, то он проводит анализ, просматривает последние лабораторные, просматривает все записи по поводу данных пациента, давления, дыхания и так далее. И записывает, так сказать, наиболее вероятную причину смерти пациента. Чаще всего указывается также хроническое заболевание. Допустим, человек умер от сепсиса. Сепсис это инфекция, которая уже распространилась по всему организму. И иммунная система человека не справляется с этим заболеванием. Но если вникнуть, допустим, у человека есть хроническое заболевание, у него есть онкология. Онкология привела к тому, что иммунная система очень ослабла, и человек не может защищаться от разного вида заболеваний. То есть, хоть человек и умер от сепсиса, объемной, обширной инфекцией, если бы не было онкологии, то иммунная система не была бы подавлена, и человек бы не умер от сепсиса и смог бы победить эту инфекцию. По сути, это точно так же, как, допустим, СПИД. Он разрушает иммунный ответ, и человек может умереть от простого насморка и простуды. Но я это говорю со смыслом с каким? Часто бывает достаточно трудно показать именно пальцем, тыкнуть, что именно это является причиной смерти. В нашем случае с COVID важно понимать, что большинство людей умерли именно в госпитальных условиях. Тогда из 164, 105, почти 106 тысяч людей погибли или умерли в госпитале. Очень редко бывает, что это одна единственная причина. Данные, что только 6% людей, умерших по причине COVID, имели только слово COVID, зарегистрировано в свидетельстве смерти, наводит наоборот у меня больше вопросов, чем те, у которых указано несколько других причин или осложнений. Почему? Потому что человек умирает по какой-то причине, что-то в его организме вышло из строя, чаще это сердце или легкие, что привело к смерти. Само по себе наличие вируса не является смертельным. К примеру, человек идет по улице, падает, все, умер, да? Проводят вскрытие, говорят, а, ну вот я здесь вижу COVID, поэтому это COVID-смерть. Нет, не так, правильно? То есть вирус влияет на какой-то орган или на систему органов, выводит это из строя, и от этого человек умирает. Даже если человек внезапно перестал дышать или сердце внезапно остановилось, все равно на это есть причина. И все равно остановка сердца или остановка дыхания должны быть записаны как причина смерти, а не просто то, что у них в наличии есть вирус. Поэтому теория того, что все случаи смертей, связанные, не связанные с COVID, всех записывали под COVID, отпадает. Почему? Потому что только 6% имели одно слово COVID как причину смерти. Слова эти, то есть причины смерти, соответствуют определенному ICD-коду. Для простоты подсчета, статистик, количество смерти и так далее, к каждой причине смерти приписывается определенный код. Когда врач, ведущий дело пациента, определяет, что смерть была, допустим, на глазах произошла, да, они знают, что это была остановка сердца или аритмия, или пневмония. Врач записывает причину смерти, а потом смотрит на соответствующий код, вот его название ICD-10. Это номенклатура такая, это специальный список кодов, которые созданы для того, чтобы систематизировать и упростить подсчет данных. В начале пандемии еще для COVID не существовало таких кодов, но их создали, и создали их несколько. То есть один был просто COVID, один COVID и пневмония, один COVID и аритмия и так далее. То есть когда уже врач определит причину смерти, или при вскрытии определяет причину смерти, то тогда приписывается определенный код. И вот эти коды мы с вами видим. С помощью этих кодов этот подсчет и был произведен. Факт того, что у 6% просто было написано слово COVID, наоборот, мне кажется, что 6% это немножко подозрительно, потому что просто от COVID никто не умирает. Умирает от причины, от влияния вируса на орган, который приводит к смерти. Но давайте посмотрим именно что, что же за информацию вывесили и что можно отнести к COVID, да, какие осложнения, какие нет. И мы сможем с вами разобраться и дойти до настоящих цифр. Итак, по этим кодам мы с вами поговорили, что 6% только имели надпись COVID. Значит, подтвержденные слово COVID, слово грипп и слово пневмония, то есть 3 этих слова. Таких было 68 тысяч. Это объясняет тем, что в начале пандемии еще многие болели гриппом А или Б, и поэтому у многих одномоментно был и грипп, и COVID. Окей, пневмония может быть приписана хоть к гриппу, хоть к COVID, потому что пневмония это наполненные водой легкие, то есть эксудатом, то есть либо жидкостью, то есть когда газообмен нарушен и идет воспаление именно в легких и отечность, окей. Хронические болезни легких, то есть было слово COVID и была хроническая болезнь легких, 13 780. Что это значит? Вполне возможно, что у тех, у кого и так уже существуют болезни с легкими, пошли осложнения при наличии COVID. То есть слово ключевое здесь хронический, то есть человек много лет жил с этими уже существующими болезнями, но появился COVID и человек не справился и умер. То есть естественно хроническая болезнь легких имеет большое значение как бы в том, как будет развиваться болезнь. Следующее, Adult Respiratory Distress Syndrome, по-русски это острый респираторный дистресс синдром, то есть по сути точно так же называется. Это когда внезапно уже у человека, допустим, начинается регулярное дыхание, краткое, то есть, ну как бы так сказать, с большим усилием человек дышит. Вот, естественно, обмен, газообмен неправильно происходит. Это тоже как бы напрямую может быть связано с COVID, то есть это, если это хроническое заболевание, то это острое. Оно появляется уже как бы когда человек вот-вот уже умрет, так сказать, если pH не откорректировать и уровень кислорода не поднять человеку быстро. Вот это, это дыхательная недостаточность и остановка дыхания, то есть вот 55 тысяч и здесь 3, то есть это уже тоже напрямую может быть связано и скорее всего связано с COVID. Другие болезни респираторной системы, то есть это может быть COPD, то есть обструктивная болезнь легких, апноэ и так далее. То есть может быть напрямую связано, может быть явилось осложнением болезни, но тем не менее, даже, допустим, с хроническими болезнями, скорее всего, человек бы жил дальше, поддерживая свое состояние, но из-за COVID как бы перегнули сильно эту планку и человек не справился. Вот, это болезни дыхательных путей, все, что связано было и описано на свидетельстве смерти COVID и это, допустим, второе или третье осложнение указано вместе с COVID. Опять же повторюсь, здесь говорится о том, что у каждой смерти было приблизительно 2,6 осложнений, то есть чаще всего либо 2, либо 3 осложнения было у всех, у кого был COVID и что-то еще указано. Естественно, точно так же можно смотреть на заболевания сердечно-сосудистых болезней, то есть что-то здесь трое заболевания, что-то хроническое, гипертоническая болезнь. Но это такое дело, опять же, гипертонией люди болеют хронически, от именно гипертонии напрямую никто не умирает, умирает от осложнений, допустим, неконтролируемая гипертония, постоянное высокое давление в сосудах и один из сосудов может лопнуть и привести к инсульту, то есть кровоизлиянию крови в мозг, либо другие там осложнения на сердце, но напрямую от гипертонии одномоментно никто не умирает. То есть это хроническое состояние повышенного давления в сосудах. Ишемическая болезнь сердца, опять же, это хроническая болезнь, обычно прогрессивная. Часто бывает именно острая ишемия, когда сердечный приступ, то есть внезапное перекрытие определенных сосудов вокруг сердца, то есть те сосуды, которые питают мышцу сердца, и из-за этого умирает часть стенки миокарда этого, и уже когда сердце посылает импульс для сокращения, то этот импульс через мертвые клетки не передается. То есть, по сути, как большой-большой шрам, который уже непослушный к ритму сердца создается. Тоже это может быть усугублено ковидом, но само по себе не является убийцей. То есть сказать, что не ковид убил человека, а болезнь гипертонии или высокое давление, так не скажешь. Резко к смерти не приводит. Обычно, как я говорю, смерть наступает либо от остановки дыхания, да, или нарушенного обмена газов, либо от сердечных проблем. Вот как раз в этом случае cardiac arrest, то есть остановка сердца, либо сердечные аритмии, сердечная недостаточность, цереброваскулярные болезни, то есть сосуды внутри мозга тоже могут влиять, и другие болезни циркуляторной системы. Ну давайте по порядку. Значит, аритмия может наступить из-за ковида легко. Чаще всего это как раз клиническая проблема. Нарушается PH, нарушается обмен газов, другие системы начинают компенсировать за счет недостатка других органов, и сердце в итоге выходит из строя. Сердечная недостаточность тоже это хроническое дело, контролируется годами. Человек может быть на многих лекарствах от этого, который усиливает силу сокращения сердечной мышцы, а также поддерживает частоту сердцебиения, чтобы она не была слишком быстрая. Потому что когда есть сердечная недостаточность, то сердце не может хорошо сокращаться, из-за этого по кровообращению поступает меньше кислорода, и мозг дает сердцу команду биться быстрее, чтобы компенсационно помочь распространению кислорода. Из-за этого сердце слабо бьется, но быстро. Поэтому, чтобы эту ситуацию исправить, надо помочь сердцу биться сильнее и более регулярно. В этом случае церебровоскулярные болезни. Мы с вами говорили, что COVID часто убивает именно инсультами. Вы помните, мы с вами говорили о тромбообразовании и о том, что COVID влияет именно на свертываемость крови. Поэтому это тоже может напрямую иметь отношение к COVID. То есть, вполне логично в свидетельстве о смерти написать COVID и аритмия. Есть некоторые аритмии сердца, которые летальные. То есть, вентрикулярная атакикардия, асистолия, естественно, асистолия, когда вообще прямая линия на ЭКГ, да? Вентрикулярная фибрилляция, то есть, сердце вот так колбасится, а не сокращается, и получается, что продвижение крови не происходит. Вот, все это может быть результатом COVID-19, вируса, который влияет и выводит из строя органы. Сепсис тоже легко может быть COVID-19. COVID-19 приводит к пневмонии в легких, пневмония это воспалительный процесс, если у человека иммунная система не справляется. Да, мы с вами говорили о цитокиновом шторме, и вирусная эта инфекция распространяется везде. Вот здесь мы уже подходим к другим осложнениям, которые напрямую не имеют отношения к COVID-19. И эти числа можно, так сказать, кое-где-то как-то, может быть, под сомнение поставить, нужны ли они были бы здесь быть, чтобы упомянуть их как причина смерти. Например, malignant neoplasms, это онкологические неоплазмы, то есть опухоли, диабет, ожирение. То есть, естественно, они, конечно, тоже могли усугубить ситуацию, но они явно были до того, как COVID появился. Болезнь Альцгеймера, ну, это уже как бы у пожилых людей, ну, как говорят, да, слабоумие, по сути, а в медицинские, по-медицинские это Альцгеймер, когда человек забывает уже прошлые события, забывает именно о близких, и в итоге забывает даже свое имя и так далее. Деменция. Деменция, это, по сути, тоже предложение болезни Альцгеймера, это забывчивость, связано с возрастом чаще всего. Отказ почек. Вот про это мы с вами уже говорили много раз тоже. Евгения, она медсестра COVID-реанимации рассказывала. Помните о том, что практически у всех COVID-больных в итоге был отказ почек. Причем при вскрытии сам вирус в почках не был найден. То есть, из-за осложнений на сердечно-сосудистую систему и на легкие в итоге вот с троя выходили именно почки. Потому что всего достаточно 30 минут быть без хорошего кровотечения, кровообмена через почки, чтобы почки перестали работать, отказали. То есть, все эти аритмии и отек легких создают тоже давление на сердце. Из-за стой крови происходит. Почки в числе первых страдают. Вот здесь вот, конечно, вот это вот точно можно, так сказать, вычесть из числа COVID-а. Потому что это явно не побочное действие самого вируса. Умышленные или неумышленные повреждения, отравления и другие обстоятельства. Из этих 161 392 умерших, вот у этих 5133 было написано COVID и умышленные или неумышленные повреждения или отравления. То есть, вот это вот можно сказать, что да, это кто-то отравился, но у них также был COVID. Поэтому их в это число можно не вписывать. То есть, это не напрямую связанные одно к другому. Либо повреждения, либо отравления. И также 77 990, достаточно-таки большое число, все другие болезни и причины. И вот, как видите, очень много разных кодов. Хотелось бы узнать именно, что именно входит в это число. Но наиболее популярные, вот как видите, циркуляторные, то есть, сердечно-сосудистые болезни или осложнения, или легочные. Вот. Поэтому такая информация. Надеюсь, вам было интересно. Значит, подведу итог. Не все врачи подписывают все подряд под COVID. Это раз. Второе. Не все смерти, которые не имеют отношения к COVID или напрямую связанные с COVID, были записаны как таковые. Как видите, за этот период, до 26 августа, 1 миллион 778 тысяч американцев умерли по другим причинам, не COVID. Окей? То есть, если бы действительно хотели увеличить искусственно все эти данные, то тогда у них очень много места есть. Переписывай сколько хочешь. И можно было сделать видимость намного выше смертности. Окей? И по причинам смерти это все объяснимо. Единственное, что, естественно, рак. В принципе, от рака люди внезапно могут умирать, хоть с COVID, хоть без. Травмы и отравления и другие непредсказуемые, неприятные события. Также здесь указываются ссылки. Это излишек смертей. То есть, по поводу статистики и сравнения с предыдущими годами. Есть даже данные 2014-2018 годов и вот 2019-2020. Каждонедельные отчеты с лидирующими причинами смерти. Можете поиграться с этими цифрами. Хочу вам также показать на одной из ссылок. То есть, я нажала на вот эту вот ссылочку. И здесь есть предсказуемые и настоящие уровни смертности. Начиная с января 2017 года по август 22 числа этого года. Синим цветом это отмечено предсказуемое количество смертей от всех причин. Плюсиком означает недели, когда уровень смертности превзошел лимит. То есть, вот они назначили оранжевым цветом как раз отмечается лимит лишних смертей. То есть, синенький цвет это плюс-минус, приблизительное предсказание. Но до этого никогда оно не было выше, чем оранжевая линия. Вот, можно посмотреть и как видите, начиная с марта 28 числа по сегодняшний день, уровень смертности от всех причин суммарный превышает уровень смертности за многие годы. Вот видите, здесь было в январе 2018 превышено немножко уровень смертности. По-моему, это год, когда гриппа было очень много. И здесь немножко. Тоже эти данные все доступны, их можно скачать, их можно посмотреть. Вот, допустим, я обновляю информацию именно по поводу излишка смертности с COVID. Вот, конкретно оно выделило эти дни. Ничего сложного нет. Если вам любопытно, все эти данные теперь есть. И, скорее всего, здесь будут обновляться на этом сайте. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Да, мои чемпионы. Спасибо за поддержку. Нас уже почти 72 тысячи. Спасибо вам за внимание. Пишите ваши комментарии, ваши мысли по этому поводу. Если у вас есть какие-то вопросы или идеи для следующих видео, пожалуйста. Я всегда рада читать ваши комментарии. Оставляйте это внизу. Ставьте лайки, делитесь. И спасибо, как всегда, за вашу поддержку. Не болейте. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...